Здравствуйте, меня зовут Ежов Дмитрий Михайлович. В настоящий момент я аспирант третьего года обучения на Томском государственном университете. И сегодня я бы хотел с вами поговорить про открытую региональную межвузовскую олимпиаду Томской области. Ну, не только Томской. Вопрос о том, как хорошо меня слышно, вы можете написать мне в чат об этом. И насколько хорошо меня видно. Несколько организационных моментов это не может не радовать, потому что я забыл гарнитуру, к сожалению, и могут быть некоторые нюансы технические. Вас достаточно много, в скобочках 22 по 20. Так что, если вы хотите задать какой-то вопрос, можно поднять руку. Кто самый смелый? Давайте проверим это сейчас, что у нас Zoom хорошо работает, что я смогу включить вам звук, и мы сможем пообщаться в случае чего. Я могу посмотреть сейчас чат, точнее, участников, и там, кажется, есть функция поднять руку. Так, кто последний в чате написал? Кому звук включить? Давайте проверим. Давайте мне. А ты можешь поднять руку, чтобы я увидел тебя? А как? Хороший вопрос. Сейчас разберемся. Ладно, давай я так тебя найду. Алло, здравствуйте. Константин, скажи что-нибудь. Я говорю, меня слышно? Не слышно ничего. Кто-нибудь слышит Константина? А, вот. Айжамал Тулукбекова подняла руку. Айжамал, я, кажется, нажал «Прошу включить звук». Можно попробовать. А, все слышно? Это я не слышу. Так, ну тогда надо с этим разобраться. Сейчас я попробую разобраться с своим зумом. Слышно, Дмитрий? Слышишь? Алло. Ого. Так, Михаил, кажется, я вас слышу. Да. Все отлично. Все хорошо. Хорошо. Кто из участников хочет попробовать? Это вдруг только организатор может. Все-таки. Так, еще раз могу попросить Костю, например. Да, я здесь на месте. Хорошо, теперь я слышу. Теперь у меня звук тоже есть. Айжамал. Ну, видимо, Айжамал не хочет. Ну, ладно. Переходим, собственно, непосредственно к заданиям. Сейчас я попробую продемонстрировать, для чего мы все собрались. Напишите пока, собственно, сейчас мы проводим занятия для, получается, я переключу камеру. Для восьмого-девятого класса. А сейчас... Как бы это сделать? Ну, если вы переключитесь в полноэкранный режим, я думаю, должно быть видно. Для восьмого-девятого класса, 6.25, для десятого-одиннадцатого класса будем проводить занятия. О чем сейчас будем говорить, собственно... Я пытаюсь продемонстрировать свой экран. Надеюсь, сейчас будет его видно. У нашего университета Томского государственного есть замечательный сайт под названием Абитуриент ТСУ.ру. Так, сейчас он прогрузится. И на этом сайте, собственно, как вы все нашли, есть Олимпиада. Там же есть задания на первый и на второй тур. Точнее, на первый их нет, но на второй тур, который более сложный, задания точно есть. Так, отдельная демонстрация браузера у меня не хочет запускаться. Я попробую запустить демонстрацию экрана. Ткрigung. Ок. 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 Так. Произошла техническая заминка, и Zoom сказал, что он не хочет включаться. Пробую еще раз демонстрировать экран. Сейчас появился мой экран? Да, Дмитрий, появился экран. Вы хотите в браузере запуститься? Ну, я хочу сначала показать, где и что у нас есть. Да, олимпиады-конкурсы. Олимпиады-конкурсы там были, да, и там есть отборочные тоже. Собственно. Школьные, ага. Перечень олимпиад, чуть ниже, справа. Да, и там выбираем Армо, например. И здесь у нас есть... Методическая помощь, ага. И там здесь задание, методическая помощь, будет вебинар данный выложен. Собственно, если кто-то что-то пропустит, или кто-то хочет посмотреть прошлые года, на этом сайте вы можете все, что угодно найти. Всю полезную информацию и даже больше. Так, сейчас я вернусь к чату. Еще бы его найти только. Чтобы оценить... А, я после того, как у меня выключился и включился Zoom, я теперь не вижу, что вы писали, ребята. Писали, что вас слышно. Какого класса у нас больше, восьмого или девятого? Еще раз повторяю, сейчас мы будем проведем некоторый вебинар для сначала подростковой школы, а потом для старшей. Я думаю, стоит начать, наверное, с девятого класса, с задач прошлого года для девятого класса, потому что восьмое и девятое задания, оказывается, были практически одинаковыми. Девятое чуть посложнее, но я думаю, мы справимся с этим. Так, в чат, если что-то можно писать, если есть какие-то вопросы... Так, сейчас я открою участников. Поднимайте руку. И я надеюсь, мы с вами все вопросы постараемся разрешить. Собственно, если говорить про задания девятого класса... А, я их закрою. Сейчас я их открою еще раз. То вы сейчас должны их видеть на экране. Давайте с вами просто попробуем прорешать их, ну, как будто бы мы их только что увидели. Что самое сложное в любых олимпиадных задачах, вы можете спросить себя или меня. А именно это условие... Это правильно читать условия. На самом деле это не так просто. Как ни странно, многие участники, когда решают задачи ПАРМУ, а я проверяю, вероятно, эту олимпиаду последние четыре года, почему-то считают, что можно решать не задачу, а что-то, что сами участники себе придумают. Так делать не нужно. Первое, что нужно сделать, это прочитать условия и записать дано. То есть вычленить все важное и вычленить, собственно, что у нас есть и что нужно найти. Так, в задаче 1, первого варианта задания для 9 класса, смотрим, что у нас есть. Во сколько раз изменится сопротивление жидкого металла, если при переливании его из сосуда в форме прямоугольника, прямоугольного параллелепипеда, с квадратным основанием со стороной А, в цилиндрический с радиусом основания С, если учесть, что 10% объема металла было пролито. В данной задаче для 9 класса может существовать только одна сложность. Это то, что вы забыли, как высчитывается площадь параллелепипеда и площадь круга. Как ни странно, в задаче Хорму последних лет составители стараются выделять буквами, жирным шрифтом, то, что вам действительно дано. Остается участнику только вычленить, что нужно найти. Еще раз. Во сколько изменится сопротивление, то есть если мы будем писать дано, мы точно знаем, что нам нужно найти отношение R2 к R1 в конце концов. не разность, не сумму, а именно отношение. Если у нас изначально был параллелепипед и было дано A, это квадратное сечение, а стал, был параллелепипед с радиусом основания A, а стал цилиндр, с радиусом C. И нужно учитывать, что 10% металла пролили. То есть V1 и V2 как относятся? Можно записать, что V1 равняется 1 и 1 V2 или это неправильно? Возможно, это неправильно. Как стоит лучше записать? V2 равняется V1 минус 0,1 V1. Как вы видите, вот такая запись, очевидно говоря, не тождественная с точки зрения математики. И вот если бы я как первый раз записал, это была бы ошибка. А тут именно, что второй объем это первый объем минус 10% первого объема. Впрочем, больше нам ничего не дано для этой задачи. Так, сейчас я переключусь на, наверное, если условия все записали, я переключусь на демонстрацию экрана, точнее, выключу демонстрацию экрана на некоторое время, чтобы видеть, что я показываю, или, по крайней мере, остановлю демонстрацию экрана, чтобы видеть, что я показываю на документ-камере. Там что-то видно, когда я пишу? А то я это не могу отследить. Да, Дмитрий, все хорошо. Это не может не радовать. тогда, что мы имеем в этом задании. Нам нужно просто вспомнить формулу. Как считается сопротивление? Сопротивление. Сопротивление. Это R, ρ, L, разделить на S. Ну и в конечном итоге нам нужно найти сопротивление первого на сопротивление второго. Как это легко сделать? Ну, возможно, нелегко, но нам надо просто очевидно записать для первого сопротивления, то есть R1, чему будет равно, и чему будет равно R2. Еще раз, если у нас есть R1, то это прямоугольный параллелепипед. Что мы про него знаем? У него есть основание A и какая-то высота H. Высота H нам неизвестна. Для этого как раз-таки нам дано второе условие. То есть просто так посчитать R1 мы не сможем. Зачем нам нужно это H? Ну, нужно представить себе этот параллелепипед как проводник. Как проводник, у которого основание и, собственно, верхняя часть будут являться поперечными сечениями этого проводника, а высота H представляет из себя длину проводника. тогда, собственно, площадь квадратного основания S равняется A в квадрате. L равняется H1. Хорошо. То есть R1 равняется удельное сопротивление жидкого металла. мы не знаем какой это жидкий металл. H1 разделить на A в квадрате. Все хорошо. H1 нам неизвестно, но, скорее всего, где-то этот H1 должен сократиться. Что делаем дальше? Записываем то же самое для H2. Точнее, для R2, для второго сосуда с жидким металлом. Второй сосуд – это цилиндр. у него есть какая-то площадь S2, которая равняется собственно площадь круга это πR квадрат, то есть π С квадрат. И у него есть какая-то высота H2. которая соответствует теперь L2. Что мы можем сделать отсюда? Мы можем записать R2 равняется то же самое ρ H2 неизвестное нам разделить на πC2. Точнее, πC в квадрате. Теперь нам нужно найти соотношение собственно между задачей у нас свелась к поиску соотношения между H1 и H2. Это соотношение нам, очевидно говоря, нужно достать из соотношения объемов. Соотношение объемов у нас собственно в условиях было. объем второго сосуда в 10 раз меньше. Точнее, не объем меньше, а жидкость металла пролилась 10% от начального. Давайте выразим это. V2 равняется V1. Вынесем за скобочки получится 1 минус 0,1. То есть 0,9 V1. Собственно, немножко о школьной геометрии надо вспомнить. Что такое V2? Площадь цилиндра это площадь поперечного сечения цилиндра, то есть площадь круга умножить на высоту цилиндра. То есть V2 это у нас Pc квадрат умножить на H2. А V1 это у нас площадь, точнее объем прямоугольного цилиндра, точнее господи, прямоугольного цилиндра объем параллелепипеда с квадратным основанием А. То есть V1 это у нас А квадрат умножить на H1. Видим это равенство, смотрим, что у нас получается. Переписываем. Подставляю вот туда. Получаем Pc квадрат H2 равняется 0,9 А квадрат H1. В конечном итоге нам нужно найти соотношение R2 к R1. Собственно, чтобы здесь сразу выделить правильное соотношение, попробуем здесь его получить. R2 разделить на R1 тут должна быть страшная я кажется немножко не видно. Тут должна получаться страшная трехэтажная дробь, но я думаю мы с ней справимся. То есть это равняется ρ H2 разделить на Pc2 разделить на ρ H1 А в квадрате. В 8 и 9 классе конечно же существуют трудности с тем, чтобы решать такие задачи в общем виде. Но это все-таки Олимпиада и здесь должна быть какая-то трудность. Так что я думаю тройную дробь перевести вы сможете. Это все дело равно переписываем R2 разделить на Pc2 умножить на А2 разделить на ρ H1. ρ сократились. получаем H2 разделить на H1 и умножить на А2 разделить на Pc2. То есть R2 к R1 равняется H2 разделить на H1 А в квадрате разделить на Pc2. То есть вот из этого соотношения нам нужно выразить соотношение H2 разделить на H1. То есть в этом уравнении нам нужно разделить на H1 и обе части и разделить на Pc2 обе части. Тогда получим то есть делим на H1 и делим на Pc2 обе части. Тогда получаем H2 разделить на H1 равняется 0 и 9 а квадрат разделить на Pc2. Подставляем это соотношение в предпоследнюю формулу и получаем конечный ответ, в котором у нас есть все известные только остаются все известные величины. R2 разделить на R1 равняется вместо H2 разделить на H1 пишем вот эту штуку. 0 и 9 а квадрат разделить на Pc2 и остается умножить на а квадрат и разделить на Pc2. Таким образом 0 и 9 а в четвертый разделить на пи в квадрате c в четвертый. Это конечный ответ. Прошу заметить, что в конечном ответе нет неизвестных значений, которых бы не было в дано. Как в дано я попробовал записать, что нам известно A и C, что являлось стороной основания параллелепипеда и радиусом круга в основании цилиндра. Как я записал, что нам нужно найти R2 к R1. Так в конце у меня и получилось, что отношение R2 к R1 выражается через известные величины, а именно сторону основания параллелепипеда и радиус у основания цилиндра. Это первая задача. Есть какие-то вопросы? Я пытаюсь смотреть чат. я наверное остановлю демонстрацию, чтобы я видел всех сразу. Экран вы не должны были видеть, потому что на экране условия зависло. Решение проходило только через веб-камеру. Надеюсь, в веб-камере было все видно. точнее не на веб-камере, а на документ-камере было все видно. Ребята, ребята, я смотрю в чат, надеюсь все знают, как открывается и что-то делается. И жду минутку еще в чате что-нибудь. Либо если кто-то что-то хочет сказать или есть какой-то вопрос, поднимайте руку, я попробую вас оследить и включить вам звук. ну, ну, то есть, как вы видите, если вы хотя бы немножко пытались решать задачи в общем виде, без циферок, а как руку поднимать, хороший вопрос, я могу попробовать зайти в этот же зум-чат с телефона и попробовать поднять руку. у кого-то получалось поднимать руку, там можно на себя кажется правой кнопкой мыши тыкать и там будет дополнительно, ну, либо если вы с телефона, там где-то сверху есть дополнительно. Там реакция, поднять руку, а, может быть реакция. Я думал, что вы более, так сказать, продвинуты в онлайн образовании, нежели чем я. Я-то уже не учусь онлайн. Так, если нет вопросов, попробуем перейти ко второй задаче. Вторая задача была общая для восьмого и девятого класса. Я постараюсь сейчас снова включить демонстрацию экрана, чтобы вывести на экран условия, а потом выключить демонстрацию экрана, чтобы вернуться в галерею и чтобы видно было только мое изображение с документ камеры. Надеюсь, это будет для вас удобно. Так, похоже, зум не вылетел. Это не может не радовать. Перейдем к задаче 2. Два шара одинакового объема, но разной плотности подвешены на равноплечьих весах. При этом левый шар плотностью ρ1 полностью погружен в жидкость плотностью ρ3 и весы находятся в равновесии. В каком отношении должны делиться длины плеч этих весов, чтобы они оставались в равновесии, если левый шар окажется погружен наполовину в ту же жидкость, какое плечо теперь длиннее. Первое, что нужно сделать, это, конечно же, прочитать условия дважды. Второе, эта задача также есть в восьмом классе, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим, это одиннадцатый, это восьмой. Да, эта же задача есть в восьмом классе, то есть задача на рычаги, на силу Архимеда должна решаться и в восьмом классе и в девятом. Что у нас здесь дано? Два шара одинакового объема, но разной плотности. То есть у нас известна плотность ρ1, известна плотность жидкости ρ3, но неизвестна плотность второго шара ρ2. Давайте запишем дано. у нас есть ρ1, есть ρ3, и есть у нас соотношение, что v1 равняется v2, то есть плотность первого шара равна плотности второго шара. Что еще известно? Весы находятся в равновесии. Весы находятся в равновесии, когда левый шар погружен в жидкость. То есть l1 равняется l2 в первом случае, как и нарисовано на картинке. Для понимания всегда старайтесь что-нибудь нарисовать. Возможно, это вам поможет. что здесь стоило бы нарисовать? Наверное, стоило бы нарисовать... А, дано-то не дописали. Собственно, больше нам ничего не известно. Что спрашивают найти? В каком отношении должны делиться длин плеч этих весов, чтобы они оставались в равновесии, если левый шар окажется погруженным наполовину? То есть если первая ситуация была у нас, что оно погружено вот так, где шар погружен полностью, то во второй ситуации я попробую нарисовать чуть крупнее. В какую сторону, кстати, должно сместиться равновесие? Давайте это попробуем рассмотреть. У нас есть сила тяжести 1, здесь сила тяжести 2. И на этот шар на левый еще действует сила Архимеда. На правый шар, конечно же, тоже действует сила Архимеда атмосферного атмосферы, но ее можно пренебречь. Атмосфера газ, сила Архимеда в газе есть. Надо сразу вспоминать, как называются у нас силы, от чего не зависит, можно сразу где-нибудь себе написать. f тяжести, это у нас m g, f Архимеда, это ρ жидкости, g на v погруженная. То есть сила Архимеда направлена вверх, она компенсирует силу тяжести, причем она компенсирует ее так, что момент силы, ну или по факту рычаг, который получается, у нас оказывается одинаковый слева и с правой стороны. то есть общая сила вот здесь оказывается равна силе вот здесь, так как у нас просто l1 равен l2. А правило моментов или правило рычага, что произведение силы на плечо с левой стороны и с правой стороны должны быть равны. То есть m1 должен равняться m2. Либо в общем виде это записывается как, что сумма моментов равна нулю. если у нас сосуд опускается вниз и шар оказывается только погружен наполовину, сила тяжести уменьшается? Нет, сила тяжести остается прежней. Но уменьшается очевидно сила Архимеда. Почему она уменьшается? Потому что объем снижается. Если сила Архимеда уменьшается, то суммарная сила здесь начинает превышать суммарную силу здесь. То есть слева становится больше, чем справа. Как можно компенсировать, чтобы слева стало опять произведение суммарной силы на плечо оказалось равным и слева, и справа? Ну, нужно сдвинуть точку подвеса ближе к левой стороне. Тогда здесь рычаг будет больше, и у нас произведение снова окажется равным. То есть если нарисовать как-то это более аккуратно, то выглядит теперь вот так. Это у нас во втором случае. Здесь у нас теперь L1'', а здесь у нас теперь L2'', например. Обозначения можно вводить какие угодно, какие вам только заблагорассудятся. Главное, чтобы суть оставалась верной, чтобы вы понимали, что вы делаете. Здесь остается та же самая сила тяжести 2, здесь остается та же самая сила тяжести 1, здесь у нас есть теперь сила Архимеда 1'', я ее назову. То есть какое условие мы должны записать? Во-первых, что нам нужно найти теперь? Мы немножко разобрались, нарисовали, по факту сделали всю подготовительную работу, осталось только записать несколько математических выражений и собственно все будет хорошо. Нам нужно найти в каком отношении должны делиться длины плеч этих весов, чтобы они оставались равновесия. То есть по факту мы можем найти например L2' разделить на L1' и еще что спрашивается какое плечо теперь длиннее? То есть L2' вопросительный знак L1' тире вопросительный знак. То есть у этой задачи два вопроса. И в критериях очевидно говоря будут требоваться ответы на оба из этих вопросов. Теперь когда мы сделали всю подготовительную информацию, даже нарисовали две схемки, осталось записать лишь математические формулы. То есть еще раз, у нас формула собственно такая. Сила тяжести для первого случая минус сила Архимеда 1 умножить на L равняется F тяжести 2 умножить на L. L, очевидно говоря, можем сразу сократить. Зачем оно нам? Для второго F тяжести 1 минус сила Архимеда 1 штрих умножить на L 1 штрих равняется F тяжести 2 L 2 штрих. А вот здесь как раз ничего сокращать нельзя. Отсюда мы как раз можем сразу выразить то, что нам нужно найти. А именно отношение L2 к L1. Ну и нужно теперь вот сюда подставлять вот эти известные формулы. Чтобы у нас остались только известные величины. А известные величины только эти. Других величин у нас нет. Соответственно пользоваться мы ими не можем. Мы не знаем плотность второго шара, мы не знаем массы шаров. Значит это нужно как-то выразить. Собственно ну не знаю с чего начать. Давайте начнем с конца. То есть выразим финальный ответ. L2 разделить на L1. Чтобы это получить нам нужно разделить на F тяжести 2 и разделить обе части уравнения на L1 штрих. Тогда у нас мы как будто можем переместить вот эту часть налево вместо правой стороны и просто обе части уравнения делим сначала на вот это а потом еще на вот это получаем L2 штрих относится к L1 штрих так же как F тяжести 1 минус F Архимеда 1 штрих разделить на F тяжести 2 собственно сейт и нужно дальше раскручивать что здесь нужно сделать по факту просто подставить теперь вот отсюда выразить все неизвестное давайте просто вот в это уравнение подставим все известное нам только при этом мы можем заменить еще на самом деле что мы можем заменить F тяжести 1 можем записать как mg а с другой стороны массу мы очевидно говоря должны записать через плотность то есть плотность это у нас отношение массы к объему это думаю что нам пригодится то есть если я здесь записал F тяжести 1 то наверное здесь должно быть m1 же здесь если ρ1 равняется m1 на v переписываю подставляя силы и заменяя массу через вот такую формулу просто через уравнение плотности то есть ρ1 равняется m1 на v m1 равняется ρ1 на умножить на v что я имею тут ρ1 v умножить на g минус ρ3 g умножить на v потому что весь объем погруженный у нас равняется ρ2 v умножить на g ρ2 нам неизвестно но что-то мне подсказывает что сейчас мы его смогли выразить сокращаем все общее то есть по факту мы делим просто на v на g потому что у нас тело полностью погружено соответственно сила архимеда погруженная она целиком погружена по факту мы можем вот это все вот так вычеркнуть получаем ρ1 минус ρ3 равняется ρ2 в этот момент мы в целом знаем все о втором теле ну теперь остается вот это подставить вот в это уравнение 2 штрих это можно назвать уравнение 1 штрих здесь делаем то же самое только теперь собственно подставляем силы 2 2 штриха l2 штрих разделить на l1 штрих равняется все еще та же самая сила тяжести 1 ρ1 v g минус f архимеда штрих чем отличается f архимеда штрих от f архимеда если f архимеда это было ρ3 g v то f архимеда штрих это ρ3 g на v пополам потому что теперь погружена только половина тела 10 минус будет у нас трехэтажная дробь потому что трехэтажные дроби это круто и это все делится на f тяжести 2 r r 2 v g опять-таки мы можем разделить вынести точнее ничего делить не надо мы можем просто вынести v и g из обоих частей уравнения и домножить вот здесь привести к общему знаменателю привести к общему знаменателю это значит вот здесь домножить на двойку и эта двойка уйдет в знаменатель вот сюда то есть по факту мы можем записать вот так vg скобочка открывается rho1 точнее 2 rho1 минус rho3 разделить на 2 rho2 vg надеюсь вам все еще видно rho1 сократили и где-то только что мы выразили rho2 ах да вот он это rho2 подставляем в два с двумя звездочками с двумя штрихами чтобы получить итоговый ответ надеюсь все видно 2 rho1 минус rho3 разделить на 2 rho1 минус rho3 и я немножко как-то не с того не с того края начал писать но я думаю ничего страшного ничего страшного в этом нет то есть отношение l2 к l1 штрихованных это вот такая вот дробь ну и здесь мы с вами уже показали что l2 больше чем l1 но это также видно математически с математической точки зрения вот здесь то есть 2 rho1 минус rho3 это больше чем rho1 минус rho3 а потом умножить на 2 то есть скорее всего вот эта дробь точнее скорее всего точно больше единицы если она больше единицы это значит что l2 штрих больше чем l1 штрих вот такая задача то есть в целом это все еще задача в общем виде то есть в восьмом классе это сложная задача потому что в общем виде это же надо думать это же надо записать это же цифр нет а когда цифр нет это сложно плюс здесь надо вспомнить о правилах рычага и не надо забывать что такое сила архимеда и сила тяжести ну тут всего лишь две силы и по факту равенство моментов о моментах в восьмом и девятом классе толком еще не говорят но говорят о правиле рычага что произведение суммы сил на плечо слева и справа должны быть одинаковыми это условие мы и записали один и два потом просто подставили еще раз первое и второе и получили финальное соотношение вопросы попытаюсь посмотреть чат там что-то в чате очень много всего может быть я что-то пропустил а вы мне хотели сказать что я не прав так что обозначает штрих 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 обозначает измененный то есть вы можете обозначить нормальными обозначениями а не так как я поиздевался здесь над вами так сказать немножко свузовской в кавычках точки зрения но здесь типа был L1 L1 и L2 а здесь я их обозвал L1 штрих и L2 штрих L это длина плеча я так медленно рассказываю запись будет и как говорилось она будет выложена на сайте то есть на сайте олимпиада на сайте приемной комиссии будет дана ссылка на youtube где можно будет посмотреть и выразить в комментариях все негодование тем что я где-то ошибся я скажу вам спасибо за это так все понятно где что такое L1 и L2 возможно просто качество видео не очень красиво сделано то есть было L1 L2 левая правая стала L1 штрих L2 левая правая ну и собственно здесь было долгое рассуждение почему теперь L2 больше чем L1 в целом еще раз если повторю это потому что вот у нас сила тяжести и сила Архимеда сила Архимеда действует против силы тяжести во втором случае сила Архимеда меньше а сила тяжести осталась прежней значит чтобы уравновесить сумму сил здесь сумма и сил здесь точнее сумму сил на произведение вот длины здесь и сумму сил на произведение длины здесь надо увеличить длину здесь ой кажется я нажал на зум как то так еще вопросы это правильное замечание конечно же на второй картинке я пытался нарисовать и то нарисовал неправильно здесь везде должны быть вектора и когда я говорю сумму сил я говорю не просто о сумме сил а проекциях сил на какую-то ось ну либо о сумме сил в векторном виде мы должны помнить что вот это все это векторная величина и сила это не скаляр то есть это не просто число какое-то а сила это что-то что имеет направление ну здесь тоже конечно же есть тоже вектора вектора но для простоты вектора можно убирать и собственно главное понимать что за этим стоит то есть что у нас есть вектор вниз и вектор вектор вниз и вектор вверх и собственно мы их складываем то есть вот так вот их складываем один к другому и получаем что итоговый вектор у нас вот такой например это у нас сумма двух сил. Как-то так. Как долго же у нас решаются задачи? У меня черновички кончились, еще один остался. Если вопросов нет по задаче номер 2, попробуем перейти к задаче номер 3. Наверное, она посложнее, но я не уверен. Я снова включаю демонстрацию экрана. Надеюсь, вы видите демонстрацию экрана и условия задачи. И задача номер 3 – это первая задача, в которой есть циферки. Задача номер 4, очевидно говоря, вторая. Задача номер 4 – это простая задача, но она заставляет вас загуглить, что такое сосуд тантала. Узнать, что такое тантал и чем его мучили. Ну ладно, это все лирика, вернемся к третьей. Я попробую сейчас открыть чат где-то сбоку. Возможно, он вам сейчас перекрывает текст. А он точно перекрывает текст. А, не, не прикрывает. Я просто думал, что он может быть черной плашкой выглядит. Ну, раз так, то я просто сейчас сверну чат, продиктую задачу, разверну чат на место задача. Если ничего не мешается, то замечательно. А то, прошу прощения, что я в прошлый раз не прочитал сразу, где возникли недопонимания. Так что, если что-то я делаю не так, пишите сразу в чат, поднимайте руку, сообщайте мне, в общем. Количество теплоты, поглощаемое кубиком льда, взятого при температуре плавления до его полного таяния, равняется Q. 3,35 джоуля. Сколько таких кубиков льда потребуется для того, чтобы воду, налитую в емкость в виде правильного параллелепипеда со сторонами основания, равными уровню воды А 0,5 метров, охладить с 10 градусов до 0 градусов Цельсия, если лед изначально находится в морозильной камере при температуре минус 10 градусов Цельсия. Ну и даны все, удельные теплоемкости, льда, воды и так далее. Что нам нужно сделать? Собственно, как и всегда, начать с дано. Нам дано, что у нас есть Q, и Q это лямбда М. То есть сколько тепла нужно передать одному кубику льда для того, чтобы он растаял от температуры его плавления. И это лямбда М равняется одного кубика. Равняется 3,35 джоуля. Нас спрашивают в итоге, сколько кубиков надо кинуть, то есть число кубиков. Кубики – это такая штука, которая целая, то есть не может быть половина кубика. Это нужно помнить, потому что последние несколько лет, судя по всему, в задачах Хармо часто встречаются вот такие задачи на найти целое. Ну, целое – это же достаточно легко. Соответственно, если у вас получается дробная величина в конечном итоге, там 2,1, то есть нужно 2,1 кубика, например, то, очевидно говоря, что 2 кубиков не хватает. Нужно как минимум 3 кубика. Дальше. Что происходит? Кубики кидают в воду, налитую в емкость в виде правильного параллелепипеда со сторонами основания, равными уровню воды. Ужас. А равняется 0,5 метра. За этим сложным предложением стоит в том, что у нас есть объем воды. Правильный параллелепипед – это, значит, кубик. А, А, А. И объем куба – это А куб. Причем, как ни странно, вам сразу дают значение 0,5 метра, ни сантиметра. Миллиметра, не миллиметра, а метра. Так, возможно, у меня сейчас пропадет связь. Надеюсь, меня все еще слышно. Так, надеюсь, сейчас меня стало снова слышно. Лямбда – это удельная теплота плавления. Мы ее запишем. Так, что нам еще дано? Нам нужно охладить, собственно, эту самую воду с 10 градусов до Т2 равняется 0 градусов Цельсия. Еще мы знаем, что лед изначально в морозильной камере Т1 льда находится при минус 10 градусов Цельсия. Ну, очевидно говоря, Т2 льда равняется 0 градусов Цельсия. То есть лед из морозилки достают, кидают, и он тает. Что нам еще дано? Нам, собственно, даны С воды равняется 4200 джоулей на килограмм градус Цельсия. Цель до 200 джоулей на килограмм градус Цельсия. Удельная теплота плавления льда, лямбда, равняется 335 на 10 в пятый джоулей на килограмм. Плотность воды, ρ, равняется 1000 килограмм на метр кубический. С вашего позволения я не буду сразу подставлять всякие циферки и выводить грустные формулы. Я сначала все-таки решу это в общем виде, потому что в общем виде такую задачу решать проще. Она, судя по всему, кажется, решается в несколько действий. Еще раз, что происходит? Есть у нас кубики льда, взятые по температуре минус 10 градусов Цельсия. Их кидают в воду. Вода отдает тепло, а тепло всегда переходит от горячего тела к холодному. И при этом вода остывает, сначала нагревая кубики льда до 0 градусов Цельсия, а потом расплавляя эти кубики льда. Причем известно, что на расплавление кубика льда тратится 3,35 джоулей. Что мы можем здесь сказать? Какая у нас общая формула? Во-первых, первое, что мы можем сделать, это найти массу одного кубика льда. То есть масса одного кубика льда, это, очевидно говоря, у нас... Что это у нас? Q разделить на L. Ой, на лямбду, господи. Q разделить на лямбда – это масса одного кубика льда. Q нам известна, лямбда нам известна. Зачем это нам нужно? Нам это нужно, чтобы было проще решить задачу в общем виде. Еще раз, в конечном итоге нам нужно найти массу вообще всех кубиков льда. Точнее, не просто массу, а сколько у нас этих кубиков надо кинуть. Как это сделать? У нас есть вода. Какая масса воды? С плотностью мы только что возились, что масса воды – это у нас просто ρ умножить на объем. Объем – это у нас А в кубе. Что у нас происходит? У нас отдает тепло вода, а принимает тепло лед. Надо записать уравнение теплового баланса. Уравнение теплового баланса можно записывать в нескольких разных видах. Можно записать как Q1 плюс Q2 равняется нулю. В данном случае все, что отдает тепло, будет отрицательным, а все, что берет тепло, будет положительным. Ну, либо можно записать в общем виде с модулями, где у нас то, что будет отдавать, будет с модулем с левой части, а то, что принимает, будет с модулем в правой части. Ну, по факту это то же самое. У нас отдает тепло вода. Что это значит? До какой температуры она должна отдать тепло? Ну, нужно охладить до нуля градусов Цельсия. То есть, С, М воды на дельта Т. Дельта Т – это что такое? Дельта Т – конечная минус начальная. Т2 минус Т1. Т2 – это у нас 0 градусов. Т1 – это у нас 10 градусов. Т2 минус Т1 – это 0 минус 10. То есть, эта величина меньше нуля. Она отрицательная. Все, хорошо. Это значит, что эта энергия будет отдаваться в системе. То есть, вода отдает свое тепло льду. Дальше записываем. Плюс. У нас есть, очевидно говоря, n кубиков льда в конечном итоге будет. Ну, можно записать это сначала через какую-то массу. Нам нужно будет... Сначала лед... Я несколько некорректно записал. Сначала лед нагреть, а потом его расплавить. Какой-то большой кусок льда можем представить. Не несколько маленьких частичек, а большой кусок льда. И потом, собственно, вычленить, сколько кубиков льда и соотношение m разделить на m1. То есть, нам нужно найти m, и таким образом мы найдем n в конечном итоге. Так, чат, 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 чат. Почему 0? Потому что мы вот в таком виде записали. Это же уравнение обычно вы в школе можете записать вот так. Но только тут надо понимать, что здесь надо с модулями брать тогда. В целом, потом вам расскажут в старшей школе или чуть попозже, что сразу правильнее и приятнее записывать вот так вот. Когда у нас то, что отдает тепло, это отрицательная величина, а то, что берет тепло, это положительная величина, тогда не надо париться вот с этим вот. То есть, дельта t – это у нас всегда конечная минус начальная. И если у нас конечная температура меньше, чем начальная, то разница будет отрицательной. Это, собственно, и показывает то, что тепло тело или среда отдает. Собственно, как только мы получили уравнение теплового баланса, нам нужно, собственно, выразить это самое m. Все остальное нам известно. Как его выразить? Ну, надо его вынести, и все. Куда будем его выносить? Давайте это перенесем в правую часть, а это оставим здесь. m вынесем за скобки. m лямбда плюс c t2l минус t1l равняется c m воды t2 минус t1. Так, нигде еще не ошибаюсь. Ну и остается, чтобы выразить m, разделить вот это вот на вот это. c m воды t2 минус t1 льда плюс c t2 льда минус t1 льда. На самом деле здесь это можно уже не делать, здесь уже можно сначала вот это найти численно, потом вот сюда это уже численно подставлять, потому что вот здесь как раз общую формулу таскать сомнительно, раз тем более цифры у нас есть. Что нам нужно сделать еще здесь? m1 где-то мы выразили. деленное на m1. Что значит деленное? Это значит q будет снизу, а лямбда будет сверху. Это я сразу деление выполнил. Ах, да, ну и нам нужно еще вот это подставить. Это у нас тоже где-то было, да? Ну и таким образом в общем виде это выглядит вот так. c ρ на v на t2 минус t1 на лямбда. Ой, я кажется с чем-то ошибся, а вы меня не поправили. Ошибся я с тем, что вот здесь я знак не поменял. Я перенес вот эту штуку с левой части уравнения в правую часть и не поменял знак. То есть вот здесь я должен везде поставить минус. Да, ну на самом деле теперь этот знак мы просто внесем в скобку. И у нас здесь будет не t2 минус t1, а t1 минус t2. А t1 минус t2 это, кстати, положительная величина и равна 10, правильно? И, соответственно, у нас будет отношение положительное на что-то другое положительное. Великолепно, все считается. Можем попробовать подставить цифры, либо не ставить цифры, как вам угодно. Потому что я понимаю, что считать, конечно, на Олимпиаде сложно, но так как Олимпиада будет в онлайн режиме, то я полагаю, что взять, например, калькулятор и в итоге вбить вот эту формулу в какой-нибудь калькулятор, который умеет ставить скобки, у вас не составит труда. Ну, давайте, чтобы все честно было, все чисто было, попробуем это сделать прямо сейчас. Я куда-нибудь вот сюда перееду, как бы вот справа налево буду писать. Надеюсь, это все будет видно. То есть еще раз, я перепишу формулу в последний раз, сразу в общем виде. На самом деле, еще раз я повторяю, что вот здесь можно найти это m, чтобы не таскаться с ним. n равняется c ρ воды на объем на t1 минус t2 на лямбда разделить на лямбда плюс c t2 льда минус t1 льда на q. Я внес знак минус, замечу. Того, что получаем. n равняется. c это у нас что? Это у нас, видимо, c воды было. Да, вот здесь тоже надо не ошибаться. c льда, c воды, c воды, c льда, c воды. Цель да. Везде здесь я забыл писать, где c воды, а где у нас c льда. Это тоже ошибка, с этим можно погореть. Ну, у меня здесь была подсказка, что у меня здесь t2, я все-таки писал индексы нижние. Но, конечно же, у всех букв должны быть индексы. 4200 умножить на 1000. Давайте еще предварительное вычисление сделаем. Объем все-таки чему равен? v равняется 0,5 на 0,5 на 0,5. Это равняется чему? Ну, кажется, 0,125. И верно. Если у нас здесь все в c, то проверку делать не обязательно. Но вам я настоятельно советую здесь писать все еще единицы измерения, чтобы проверить, что единицы измерения совпадают. Это всегда полезно. То есть джоули, деленные на килограмм градус Цельсия, на 1000 килограмм на метр кубический, на 0,125 метров кубических, на t1 минус t2. 10 минус 0. На 10 градусов Цельсия. На лямбда. 3,35 на 10 в пятой. Джоули на килограмм. Это все делится на... Давайте проверим числитель. У нас все должно сократиться в конечном итоге. Джоули сократились. Килограммы не хотят сокращаться. Но, надеюсь, они где-то еще сократятся. Метры сократились. Градусы Цельсия сократились. Здесь килограммы тоже сократились. Остались единицы делить на килограммы. Вероятно, снизу в знаменателе тоже будут единицы делить на килограммы. И тогда у нас... Ой, никак не сократились. Неправда, не-не-не, они не сократились. Получились джоули в квадрате на килограммы, да? Не-не, не сократились. Вы ничего не видели. Числитель джоули в квадрате на килограммы. Ну, а я надеюсь, что в знаменателе останутся те же самые джоули в квадрате на килограммы. Хотя... А! Еще одна ошибка. Скобочку пропустил. Но благо знаменатель я еще не начал писать. Как вы думаете, как я это заметил? Учитывая, что здесь должны получиться джоули в квадрате на килограммы, значит, в знаменателе тоже должны получиться джоули в квадрате, деленные на килограммы. А джоули в квадрате у меня могут получиться только если я джоули, деленные на килограммы, умножу на джоули. Это полезно проверять единицы измерения. Ну и пытаемся написать снизу, что у нас получилось. 3,35 на 10 в пятой джоулей на килограммы плюс 2,100 Т2 минус Т1Л Т2Л 0 Т1Л минус минус 10 10 градусов Цельсия И умножить все на 3,35 джоулей. Градус Цельсия сократились, получились джоули, деленные на килограммы, на джоули, деленные на килограммы. Теперь мы вот это умножаем на вот это, вот это умножаем на вот это, и складываем получившиеся. Получились, собственно, джоули в квадрате, деленные на килограммы. Сверху тоже они же. То есть и то, и другое сократилось. Давайте отдельно посчитаем знаменатель. 3,35 умножить на 3,35 1,2,2,2,5 на 10 в пятой плюс плюс 2,100 умножить на 3,35 7,0,0,3,5 на 10 в третий Это джоули квадрат на килограмм. Просуммируем это. Чтобы просуммировать это, надо степень одинаковую сделать. То есть вот здесь можно сделать вот так, тогда здесь будет третья степень. Ну и аккуратно пропытаемся это посчитать. 1,1,2,2,25 слишком умный калькулятор плюс 7,0,0,35 Итого в знаменатель у нас получается 1 Что, я ничего лишнего не написал? Не, похоже, ничего. 1,1,2 Давайте где-нибудь сократим. 1,129 Я 3 запятых перенес. На 10 в шестой. Не 3,35, а 3,5. Это где? А-а-а Ну да, что-то некрасиво получилось. Короче, это сути не меняет. Можно где-то здесь... Ну, вообще здесь опасно сокращать, как я уже сказал, потому что у нас число в конечном итоге должно получиться целым. Ну, точнее, нам нужно сократить до целых. Так что сокращать здесь опасно. Давайте еще раз. То есть вот здесь получается не 7,0,0,35, а просто 7,0,35 на 10 в третий. Правильно? И тогда этап 11,2225 плюс 7,0,35 Так, я что-то... Да, что-то я не хотел. Здесь не стоит ошибаться. Была пятая степень, а я хочу сделать из нее третью. Значит, мне надо несколько запятых. А, господи, конечно, в другую сторону же двигаюсь. 1,2,2,5 Все хорошо. Да, то есть вот это число в конечном итоге все еще было похоже на правду. Ужас. 1,129 на 10 в шестой снизу. Ну и надо вот это все посчитать. Что можно здесь сделать, чтобы проще было считать? Тысяча. 10 в третий. 10. 10 в пятый. 10 в третий на 10 это 10 в четвертый. На 10 в пятый это 10 в девятый. Всего. Ну, остается 4,200. Надо было еще туда два нолика. Пусть будет не в девятый, а в одиннадцатый. Умножаем. 42 на 0,125 на 3,35. Получаем 17,585,875 на 10 в одиннадцатый. Либо 1,75875 на 10 в двенадцатый. Разделить на 1,129 на 10 в шестой степени. Ну, с такими большими числами можно долго и упорно мучиться, но главное, чтобы вы в конечном итоге показали правильный ответ на Олимпиаде. Надеюсь, на Олимпиаде не будет таких больших чисел в этом году. Но, очевидно говоря, тут легко можно запутаться. Собственно, одно делим на другое. 7,585,875. Получаем 1,5,5,7,7,9,4,5,0,8. 10 в двенадцатый, 10 в шестой. Одно делится на другое, получается 10 в шестой. Ну, итого нам надо 6 ноликов отодвинуть. 1,2,3,4,5,6. 1,5,5,7,7,9. 4,5 и мало, 5 нормально. То есть вместо четверки округляем к ближайшему большому. И получаем ответ. Вот такой ужас. Итого ответ получился, сколько здесь? 1,557,795 штук кубиков нужно кинуть, чтобы остудить вот этот объем воды. Какие-то вопросы? То есть, очевидно говоря, в этой задаче очень легкая формула. То есть формула вот. Вот. В этой задаче трудность в том, чтобы аккуратно посчитать финальный ответ. А финальный ответ, ну, действительно несколько сложный. Ну, как просто его считать долго и муторно. Возможно, просто надо было на каком-то этапе все-таки подставить числа. Но если все провести аккуратно, нигде не ошибиться, можно написать и в общем виде. Так, если у кого-то есть вопросы, сейчас самое время их задать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надеюсь, хотя бы он проследил за ходом решения и проверил, что я нигде не ошибся. Еще раз, на Олимпиаде, конечно же, вы можете легко ошибиться в том, что где-то забудете написать, как я здесь, индексы. Благо я заметил, что мы здесь забыли индексы. Этим способом, то есть посмотрев, какие единицы измерения, вы легко можете найти, проверить себя сами. Штуки безразмерные. Значит, у нас сверху и снизу должны получиться одинаковые единицы измерения. Если получились, замечательно, не получились, что-то делаем не так. И конкретно в данной задаче был подвох N в штуках. А здесь у нас, собственно, ни штуки. Да, четвертую задачу попробуем успеть минут за 10-15. Я думаю, я ее открою сейчас сразу в виде готового решения. Буду демонстрировать вам экран, не буду ее пытаться вместе с вами решить. Она на самом деле легкая, и заодно я пробегусь по критериям. Буквально две минуты, я найду еще где-нибудь черновик. А пока, наверное, я ее открою у вас на экране. Так, сейчас должна появиться демонстрация экрана. На демонстрации экрана видны критерии и решения, собственно. Как решается первая задача. Кстати, смотрим внимательно на разболовки и надпись, что это возможное решение. Как решается вторая задача с расстановкой сил. Ну, собственно, вот то, что сейчас на экране демонстрируется, это то, по-хорошему, как надо красиво это нарисовать. Ну, благо, что... Кажется, финальная мысль оказывалась абсолютно той же самой. Ну, здесь так немножко не так. Надо проверить какой это вариант. Проверяйте. Возможно, я где-то потерял отношение. А, ну, либо здесь надо просто пополам разделить. И, наконец, четвертая задача. Про кубики. Здесь не тот ответ. Нет. Тоже нужно проверять. Кажется, решая в терапиях, можно легко ошибиться. Ну, и перейдем к четвертому заданию. Спасибо. 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 Это правильно. Еще, если вы кто-нибудь следили, кто-нибудь записывали бы со мной, надо все-таки найти, где там ошибки были в решении, чтобы получить все-таки то, что в ответах. Ну, либо здесь где-то в ответах ошибки есть. В общем, если были ошибки, потом напишите, где ошибались циферками. Перейдем к четвертому заданию. Постараемся уложиться в некоторое время. Четвертое задание, оно в основном только про то, как быстро догадаться. В четвертом задании есть штука под названием сосуд тантала. Сосуд тантала демонстрирует эффект сифона. То есть есть трубка, которая связана с внешней средой. Уровень жидкости поднимается до того момента, когда начинает переливаться из этой трубки, и включается эффект сифона. Эффект сифона – это значит то, что давление снизу оказывается выше, чем давление сверху. И пока трубка не полностью сольет воду до вот этого уровня 2, поток не прекращается. То есть вода набирается доверху, вода из трубки сливается за разницу между объемами 1 и 2, вода снова набирается доверху, вода снова сливается и так подряд. То есть вода набралась, слилась, снова набирается. Собственно, это здесь и написано. Непрерывно поступает вода со скоростью V1. Нам дано в этом случае V1 0,3 литра в минуту. Вода начинает сливаться со скоростью V2. V2 равняется 0,4 литра в минуту. Очевидно говоря, что в тот момент, когда вода сливается, вода не прекращает наливаться, судя по картинке. Объем между метками V равен 400 сантиметров кубических. Ну, сантиметры кубические мы можем сразу перевести, наверное, в миллиметр, правильно? Чтобы у нас везде единицы измерения были одинаковые. И это, соответственно, тоже в миллилитры. Что нам еще знать нужно? Определить, через какой промежуток вода будет периодически выливаться. Нам нужно найти период, судя по всему. Для того, чтобы нам найти период, надо все-таки еще раз понять, что происходит. У нас вода сначала заполняет этот объем V. Заполняет она его с скоростью, как и написано в решении. Вот такой. Можно это записать. Если мы объем разделим на скорость, мы действительно получим время. Потом вода сливается. Причем, чтобы найти, за сколько времени вода сливается, нам нужно знать, собственно, объем постоянно новой воды добавляется, и вода сливается со скоростью V2. То есть это можно почитать, как тут и написано. То есть как только вода заполнилась до объема, на отметке 1, вода начинает сливаться со скоростью V2. Плюс к этому добавляется всегда объем воды V1. Со скоростью V1. Вот это уравнение, которое здесь записано, это уравнение скорости по факту. Оно должно уравняться нулю в итоге. То есть одна скорость выливания, другая скорость выливания. И отсюда можно выразить, собственно, это самое время, за которое вода выливается. Ну, и оно, очевидно, равняется 4 минуты. Тут будет 400, и разделить надо будет на 100. Дальше нарисована красивая картинка. Картинка выглядит примерно как периодический процесс. То есть у нас есть время, когда вода сливается, потом промежуток между тем, как вода набирается до уровня V, и снова вода сливается. То есть период – это от начала и до следующего, от такого же начала процесса. То есть T1 плюс T. 4 плюс 1.33 – 5.33. Как-то так. Какие-то вопросы по этой задаче? Ну, это задача легкая. То есть здесь надо понимать, что у нас есть вот такая вот штука, которую нужно додуматься, дописать. Что в тот момент, когда вода выливается… Ну, давайте еще раз. То есть в тот момент, когда вода выливается, за какое время вода вылится? То есть у нас есть объем V. Вот здесь у нас есть вода. И она начинает сливаться вниз со скоростью V2. За какое время оно бы слилось, если бы у нас ничего не прилетало? То есть просто весь объем равняется V2 умножить на какое-то время T. Так? То есть скорость слития 400 мл умножить на время. Если бы у нас вода не набиралась, то у нас бы за сколько слилось 400 мл? За одну минуту бы и слилось. Правильно? Но вода у нас еще при этом доливается со скоростью V1. Значит, уравнение у нас выглядит примерно так. V1 на какое-то время T' плюс объем воды, который уже есть, равняется, собственно, скорости слития на это самое время T'. И отсюда, собственно, выражается T'. V равняется V2 минус V1 T'. T' равняется общий объем на разницу скоростей. То есть вот это время T', которое сейчас я получил, это время, ну, ее я раньше обозначал вот так, за которое вода сливается. Ну, а промежуток между сливами воды – это, собственно, сумма времени T' и начальное времени T1, как и показано вот здесь на рисунке. Вот, собственно, картинка, что происходит. Это вот слив воды. Можете ради интереса посмотреть, что такое сосуд Тантала и представить себе, как он работает. Суть таких штук в том, что как раз они позволяют сливать воду с одинаковой скоростью. То есть скорость слива у них получается одинаковая. Это достаточно сложно добиться. Как-то так. Я не знаю, решали ли вы уже задачи или нет, открыли ли их или нет. Но полагаю, что в этом году задача примерно того же самого уровня, что и здесь. То есть есть задача на механику в восьмом классе, и в девятом есть задачи на силу Архимеда. Есть задачи на рычаги, на электричество и на теплоту, то есть на уравнение теплового баланса. На электричество – это в смысле на закон ОМА для девятого класса. На силу Архимеда – это на силу Архимеда. Еще могут быть задачи на уравнение давлений. То есть если у нас есть сообщающиеся сосуды и гидравлический пресс, что-нибудь в этом духе, что давление в одном цилиндре должно равняться давлению в другом цилиндре. Это, собственно, все типы задач, которые могут вам встретиться в восьмом-девятом классе. Они соответствуют вашей программе. Если больше вопросов нет по задачам, которые мы прошли сейчас, то я говорю вам спасибо за внимание. Ну и мы прерываемся на перерыв, а дальше будут задачи для десятого-одиннадцатого класса. Спасибо, Дмитрий, спасибо участникам. Вам высоких баллов на Олимпиаде. Спасибо. 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 Спасибо.